Тем, кто родом из Советского Союза, хорошо знакомы эти ритуалы и символы. Вынос знамени по звуке горной и барабанную дробь. Пенерские салюты, значки, пилотки и красные галстуки. В советское время, 19 мая, вся большая страна отмечала День пионерии. Это целая система воспитания. Детей приучали к дисциплине и ответственности и готовили ко взрослой жизни. А на деле получалось счастливое детство, о котором теперь многие взрослые вспоминают с ностальгией. Среди них и Фатима Даурова. В убранстве школьного двора сегодня царит красный цвет в интерьере и праздничное настроение среди его обитателей и гостей. Впервые воспитанники образовательного учреждения собираются стать настоящими пионерами. А их наставники утверждают, что бывших пионеров не бывает. Повязав один раз алый галстук на шее, навсегда остаешься причастным к великому детскому движению. Это было очень торжественно и волнующий очень был момент, потому что в пионеры принимали очень достойных ребят. Нельзя было попасть туда просто так. То есть надо было быть примером во всем. Нужно было хорошо учиться, участвовать в общественных делах. Ну, в общем, быть всем примером. И когда мне повязали галстук пионерский, я была очень горда, и что вот я стала пионеркой. Это очень такие приятные воспоминания. Торжественная линейка, парадная форма одежды и красный галстук – символ единства трёх поколений. Октября от пионеров и комсомольцев. Ребята стоят в одну шеренгу, согнув руку, через которую переброшен галстук. Они уже выучили заповеди пионеров. Обещали верно хранить традиции и добрых дел, жить с пользой для себя и на радость людям. Быть честными, хорошо учиться, стать достойными гражданами своей малой и большой Родины. Клянёмся! Сегодня в роли вожатых, которые обычно повязывают галстук к младшим товарищам, члены регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Первый секретарь республиканского комитета КПРФ Кемал Быттаев вспомнил тот день, когда он стал пионером. Меня принимали в пионеры в 1985 году. Для меня это была большая честь тогда. Вы знаете, мы тогда, можно сказать, не снимали красный галстук. Потому что нас воспитали, что это была частица красного знамени, которая победила в Великой войне. И мы гордостью носили этот галстук. Я думаю, что наши дети, которые сегодня вступают, точно так же будут с гордостью носить эту частичку нашего красного знамени. Атрибуты пионерской жизни. Горн, который созывал ребят сигналами на походный марш, на линейку, на сборы. И его музыкальный друг-барабан, сопровождавший строй в ходе шествий и парадов, уже осваивается новоявленными пионерами. Если друга хочешь встретить, на рассвете вместе с солнцем выходи. Пионер шагает по планете, открывая все пути. На свой пионерский путь сегодня встали 10 воспитанников коррекционной школы первого вида города Черкеска, торжественно дав клятву и сказав, всегда готов. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия.